Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться в великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 17 января, среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию. И для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 8 стихи с 8 по 14. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над посланием апостола Павла к кремлинам. Это одно из самых важных посланий апостола Павла, где раскрываются очень важные вещи духовной жизни человека и дела человеческого спасения. И апостол Павел с 8 стиха говорит, «Живущие по плоти Богу угодить не могут». Один из учителей Церкви, а мы должны знать, и мы знаем о том, что в истории Церкви существуют святые отцы, и существуют учителя Церкви. Святые отцы – это те, кто своей жизнью и на вверенном им поприще, будучи епископами или священниками, или же мирянами, исполняли долг своего христианского призвания и исполнились Духом Святым, и в своей жизни были руководимы Духом Святым. А учителя Церкви – это те люди, которым Бог даровал высокие знания и глубокие познания, и Бог даровал им, самое главное, талант, талант учить. Они воспользовались этим талантом, но в свое время уклонились от Церкви. Кто-то в ересь, кто-то остался в лоне церковном, но не был удостоен чести и звания быть святым, не прославлен Церковью в лике святых. Мы таких людей называем «учитель Церкви». И один из таких великих учителей Церкви, великий философ Тертулиан, следующим образом толкует данный восьмой стих. «Хотя апостол и говорит, что ничто доброе не живет в его плоти, хотя он и утверждает, что живущие по плоти Богу угодить не могут, поскольку тело желает противного духу, а также если и в других местах высказывает нечто подобное, то осуждает он все же не сущность плоти, а ее действия». И действительно, в православном учении нет того, что проповедовали некоторые еретики, люди, которые гнушались человеческой плотью. И действительно, такое движение было. Одни люди уклонялись в чрезмерную аскезу, они не создавали семей, они себя оскопляли и так далее, и так далее. Очень много того, что противно духу христианского понимания человеческого естества, человеческой плоти, человеческой биологии. Другие же люди, наоборот, предавались излишнему распутству, как бы тем самым тоже пренебрегая своей плотью. В христианстве нет ни того, ни другого, но плоть играет важную роль в жизни человеческой. Не только духовная, но и физическая должно быть в жизни церкви. Дальше апостол Павел говорит следующие слова в 9 стихе. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его». Святитель Иоанн Златоус следующим образом толкует эти строки. «Но вы не по плоти», — говорит апостол. «Не потому, что они не были обличены плотью, но потому, что обличены плотью, они были выше плотских помышлений». И в этом, конечно же, проявляется отношение, должное отношение христианина. Человек должен питать свою плоть, он не должен ей гнушаться, но все в человеке должно быть иерархично и занимать свое место. И не плоть, не человеческие естественные потребности должны диктовать ему стиль и образ его жизни. Но именно душа должна управлять умом, а ум должен подавать разум, должен подавать приказы своему телу. Однако же в жизни зачастую происходит совсем не так. И прелюбодеяние, пьянство и прочие другие пороки становятся так ярко, активны в жизни человека именно потому, что нарушена именно иерархия таких взаимоотношений. И об этом говорит святитель Иоанн Златоуст, говоря о том, что апостол Павел гнушается не плотью, и мы живем в духе не потому, что мы не находимся в плоти, а потому, что у нас выстроена правильная иерархия ценностей. И у кого она так есть, значит, Дух Божий действует в человеке. И этот Дух Божий пришел в человека только через Иисуса Христа и по вере в Него. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И следует сказать, что блаженный Августин следующим образом говорил и толковал этот отрывок, когда Павел говорит «тело мертво для греха, но Дух жив для праведности», он называет тело мертвым, потому что оно смертно. Действительно, наше тело подвержено тлению и некому естественному биологическому распаду. Действительно, мы с возрастом не молодеем, а мы приобретаем некие болезни и, в конце концов, умираем. И в этом смысле тело мертво, оно смертно. Тело мертво для греха. Именно из-за этой смертности недостаток земных вещей печалит душу и возбуждает похоти, на которые не отвечает человек разумом своим, служащий закону Божиему. Именно из-за этой смертности недостаток земных вещей печалит душу и возбуждает похоти, на которые не отвечает человек разумом своим, служащий закону Божиему. Итак, человек смертен, и недостаток земных благ печалит человек и возбуждает похоти. И действительно, многие увлекаются этой печалью, этой скорбью, но вопрос в другом. Вопрос в том, что христиане, живущие под духом, имея правильную выстроенную иерархию, преодолевают эту печаль и живут по разуму, который живет в Духе Божием. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в нас, то воскрешивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете, ибо все, вводимые Духом Божиим, суть Сыны Божии». Священномученик Поликарп Смирнский говорит на это следующие слова. «Воскресивший Христа из мертвых и нас воскресит, если мы будем исполнять Его волю и поступать по Его заповедям, и если мы будем любить то, что Он возлюбил, удаляясь от всякой нечистоты и неправды, жадности, сребролюбия, клеветы, лжесвидетельства, и если не будем воздавать злом за зло, злословием за злословие, ударом за удар, проклятием за проклятие, но будем всегда хранить в памяти то, что сказал Господь, научая нас. Именно жизнь в Духе, жизнь во Христе делает нас христианами и участниками Небесного Царства. Духовно здесь на земле и в жизни будущего века уже не только духовно, но и физически в жизни будущего века мы соединимся во всей полноте со Христом. Будем помнить об этом и назидаться словами Божественного Писания, словами апостола Павла и его послания к общине христиан в городе Рим. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда мы читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова